МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как считается, в этот день 18 июня 860 года началась осада Царьграда, прибывшими из-за моря русами. 18 июня 1799 года русское войско, ведомое Александром Суворовым, в Италии на реке Требе разбило многочисленную французскую армию. 18 июня 1955 года вышел первый номер журнала «Юность», возглавляемый главным редактором Валентином Катаевым. И в этот день, 18 июня, родились Павел Строганов, участник французской революции, участник войн с Наполеоном, член Негласного комитета Александра I. Иван Гончаров, писатель, автор трех романов на букву О, обломов, обрыв, обыкновенная история. Николай Милютин – один из авторов реформы по освобождению крепостных крестьян в 1861 году. Эпоха великих реформ Александра II в 1860-е годы навсегда перевернула жизнь России. Естественно, император не мог проделать гигантскую работу в одиночку, ему нужны были талантливые сподвижники. И таковые нашлись в семействе Милютиных. В семье небогатого дворянина Алексея Милютина было три сына. Старший Дмитрий стал военным министром, автором одной из самых успешных военных реформ в истории России. Младший Владимир стал известным статистиком и публицистом. Но, пожалуй, самое большое влияние на нашу историю оказал средний сын Николай. Активную часть воспитания всех троих принимал их дядя Павел Киселев, виднейший деятель Николаевской эпохи. Его опыт очень пригодится одному из авторов крестьянской реформы 1861 года. Николай Алексеевич получил образование в благородном пансионе при Московском университете. Это было славное учебное заведение, которое окончили поэт Василий Жуковский, Инхил Лермонтов, дипломат Александр Грибоедов, генерал Алексей Ермов. В учебные годы нашла выход и своенравная, свободолюбивая натура Милютина. Он часто спорил с учителями, написал сборник стихов, которые заглавил как «Думы». Продолжить обучение Николай не смог. У семьи возникли материальные проблемы, и средний сын начал гражданскую службу. Это был самый расцвет Николаевской бюрократии. Однако талант Милютина не утонул в море канцеляризмов, отчетов и циркуляров. Министр граф Строганов поручил ему работу над проектом развития железных дорог в России. Это был первый шаг наверх для Николая Алексеевича. Потом он редактировал новое городовое положение, изучил статистику городских хозяйств в империи. Особенным для Милютина оказалось знакомство с государем Александром II. Император предложил Николаю Алексеевичу принять участие в подготовке к крестьянской реформе. И именно Милютин стал главным активистом всех редакционных комиссий. Правда, к главному реформатору пришло стуга. Работа над проектом шла на износ, и это пошатнуло некрепкое здоровье. У Николая Алексеевича даже начались нервные срывы. По окончанию работы над реформой, Милютина неожиданно отправили в отставку. Хотя он активно занимался разработкой еще и земской реформы. Расстроенный реформатор на время уехал в Европу, где быстро стал известен как освободитель русских рабов. Но недолго длились европейские каникулы Милютина. Проблемы на родине потребовали его государственного ума. В 1863 году произошло польское восстание. В Польше настало время перемен. Раньше власть полагалась на местную знать – шляхту. Но доверие к ней было подорвано. Было решено облагодетельствовать польских крестьян и провести аграрную реформу. Как раз для проведения преобразований и позвали Милютина. Если в России Николаю Алексеевичу не дали провести реформу так, как он хотел, все же не могли русские помещики смириться с тем, что у них просто заберут землю, то в Польше Милютин смог провести все максимально в интересах простого народа. Всю землю, которую крестьяне обрабатывали, они получили в собственность и без всякого выкупа. Помещикам заплатили из казны. Польша с тех пор стала одним из самых богатых и зажиточных регионов империи. Через 10 лет после проведения крестьянской реформы серьезно болевший Николай Алексеевич умер. Сам проект освобождения крестьян до сих пор вызывает серьезные споры, но роль Милютина в ее реализации все отмечают как самую положительную. Лучше всех об этом и сказал Иван Тургинев. «Мы можем уже теперь воскликнуть, пока будут существовать на Руси свободные люди, в числе немногих имен, составляющих гордость России, имя Николая Милютина будет произноситься с особенным чувством благодарности и почета». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok